Б4 и говорит, что у белых есть небольшой предпочтитель вот молодец, Сережа сыграл слон не 6 так что и он попадает куда надо попасть это нога, у кого надо нога так, но если Марку сейчас сыграет Б2-Б4, то тут уже щутки кончатся особенно если быстро сыграешь если подумает, я ему прощу а если сыграет быстро то мы получим пищу для ума неужели, смотрите, тянет с пуха только тянет с пухой нет, он оказался человеком ваннес оказался человеком и в общем все, подозрения снято я думаю, что его надо выпустить подписку о невыезде возьмем но надо выпустить, я считаю все итак, конь пошел на c4 на самом деле у белых есть простая идея кончить с g3 допустим, идет на f5 ну а белый слон на c4, если что, еще появится ну а пока так между делом и между прочим подвисает пешка на e5 поэтому подверг c7 как-то мне представляется таким самым адекватным и быстрым продолжением которое можно сделать, что называется, рукой менять слона на коня это, конечно, немножко не то да, ферзь с e7 сыграно но вот здесь b4 опять-таки имеет смысл потому что если вот здесь, видите, давление на пешку a5 если разменяться на b4, тогда у белых еще появляется, знаете, какая возможность путем слона b2 поддавить на пешку e5 а что-то мне перестало нравиться эта позиция что-то как-то переезд белых становится действительно наглядным особенно если магнус сейчас сыграет дочери а он сыграет, он такой нет, ну положение, конечно, крепкое, знаете, вот сейчас, как я говорил, это, в общем-то, как по большому счету, это, конечно, мелочь но вот именно из таких мелочей, знаете, как курочка-то она к озенышку клюет и набирается целое бедро иногда, вот так, ход за ходом иногда метод накопления минимальных преимуществ приносит в итоге серьезный перевес я надеюсь, что это не про эту партию я сейчас говорю про Петросяна, про всех других классиков, которые это делали в Истове Шахме и на своих примерах учились и мы, и, конечно же, вот эти два замечательных шахматиста так, а что у нас со временем? шестер